Здравствуйте, дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на нашей встрече командной, на нашем вебинаре, на нашем занятии. Я еще называю это «Растанулка акцента». У нас особенный бизнес, друзья, он особенный по всем параметрам. И то, что я сегодня вам хочу донести, это как, знаете, это как ребенка показать. Вот женщины меня поймут. Когда женщина выносила, потом родила ребеночка, потом он уже подрос, и у него он уже оформился в определенной степени, умеет разговаривать, умеет ходить, может быть, даже читать или научился играть на чем-то. И вот такая мама, она показывает своего ребенка, демонстрирует его таланты или уровень воспитания, образования, вот как для матери. Вот так для меня сейчас провести этот вебинар, как будто ребенка своему показать. Того, которого выносил, родил, вырастил и так далее. Поэтому вот то, что я сегодня буду говорить, это не что-то именно той программой, которая вами управляет, управляет вашими действиями, управляет вашими даже прежде мыслями, эмоциями, словами, а потом уже действиями. Вот без вот этих вещей эффективность высокого результата, возможность даже этого результата, она исключается. Вот, поэтому я надеюсь, подтянулись. Смотрите, как замечательно, сколько тут у нас и Абхазия, и Сибирь, и Москва, и Украина, Кривой Рог, и Кинешма, или Кинешма, как правильно, Сибирь, опять же, вот, мы живем на Украине, в Полтаве, Нижний Новгород, как многонационален наш бизнес, особенно вот наша команда. Есть одна фантастически магическая вещь, которую нельзя исключать, это именно то, что мы с вами, Англия, да, супер, то, что мы с вами собрались именно в этом составе, именно в это время, именно в этом проекте, в этом играет, то есть, роль этого вот очень важна, ничего не происходит случайно. Мы все с вами живем по закону притяжения, даже если думаем что-то обратное, мы все притягиваемся друг к другу, к какому-то проекту, к реализации какой-то цели, именно по той причине, которая нужна и всем нам вместе взятым, и каждому по отдельности. Мы таким образом с вами отрабатываем какие-то уроки, проходим какие-то уроки и получаем какой-то опыт. И когда он у нас с вами идентичен или похож, мы притягиваемся в каком-то одном месте, вокруг какой-то одной идеи. Поэтому, друзья, то, что вы все притянулись к нам с Николаем, и то, что мы притянулись к вам, дорогие мои, это все не случайно. У нас с вами на данном этапе, на данном промежутке времени идет отработка какой-то единой концепции, единой цели. И вот эта вот цель и эта концепция, она связана с нашими глубинными ценностями. Услышьте меня. С нашими жизненными глубокими ценностями. То есть, ну что это, такое вроде высокое слово, но в то же время очень понятное и простое. Мы с вами имеем какие-то внутренние ценности. То есть то, что ценим, то, во что верим, то, что для нас важно на данном этапе времени. Потому что человек растет и развивается, и у него меняется абсолютно все. Если у него не меняется ничего, то человек начал деградировать, просто он еще этого не видит. То есть все должно меняться, даже точка зрения. Это показатель того, что человек куда-то движется, что он что-то постигает. Неизменным у нас остается только наша божественная часть, душа. Да, вот какие-то там глубокие вещи, которые даны нам от Всевышнего, вот они неизменны. А это, наверное, любовь все-таки, да, сострадание, какие-то вот такие очень-очень важные, фундаментальные вещи. Но мы с вами говорим в контексте данного вебинара о бизнесе все-таки. Особенно о бизнесе МЛМ. Итак, друзья. Сегодня я начну с письма, которое мне, сообщение, которое мне прислал мой партнер. Я, конечно же, не буду называть имени, но это письмо, оно типично. Оно не оригинально в проблеме. Оно как раз, наоборот, типично. И оно отражает проблему большинства людей, большинства из вас. И я позволю себе зачитать эти слова, не называя имени. Я думаю, человек этот на меня не обидится, но то, о чем она написала, очень важно. И, исходя из этого письма, у меня родилась идея провести быстро эту школу, потому что, оказывается, это важнее на данный момент, чем что бы то ни было. Я в сетевом 5 лет, но дохода я хорошего не получила. Очень хочется, не знаю, что с собой делать. Думаю, все проблемы у меня в голове. Стопор идет в телефонных звонках. Только собираюсь кому-нибудь позвонить, предложить возможность, а у меня в голове стоит уже готовый ответ. И почти всегда отрицательный. Как изменить, не знаю. Я уже пробовала и прочитывать аффирмации, и прослушивать их, и медитировать. Ничего не получается. Вот такое вот письмо мне написал мой сегодняшний, сегодня партнер. И человек обращается за помощью ко мне, чтобы я помогла, потому что желание якобы есть, но вот результат именно такой. И основываясь на это послание, я быстро, очень в такой креативной манере создала сегодняшнюю концепцию сегодняшнего вебинара и тренинга. И очень хочу вам ее донести, потому что это результат моих 14 лет движения в бизнесе MLM. Это вот как ребенка, которого вот родил, вернее, зачал, выносил, родил, воспитал, а теперь хочу показать на всеобщее обозрение. То есть это моя концепция. Это то, во что я свято верю. Это то, что меня мною движет. Это то, что является глубинной мотивацией. И это то, без чего я сегодня уже в этом более чем уверена. Если этого нет или какой-то в видоизмененной форме этой концепции внутри человека нет, результата не будет никогда. Что бы вы ни делали, какие бы вы ни меняли проекты, сколько бы вы ни осваивали инструментов, если нет понимания, глубинного понимания этой концепции, то есть на уровне убеждения, что бы это было на уровне убеждения и веры, результат вас никогда не порадует ни в одном из проектов. Проекты это всегда инструмент. Но главный мотив, главная программа, которую мы выполняем, она внутри. Правильно женщина написала? В голове. Но даже не в голове, наверное, еще где-то глубже. Итак, начну я вот с каких моментов. То есть я хочу вам дать три таких вот составляющих, которые я вам рекомендую записать, потому что мы не успели подготовить слайды. Я просто вам рекомендую сейчас взять блокнотики и ручки и записать. И записать, потому что лучше тупой карандаш, чем острая память. И то, что даже вот на слайдах проходит, порой человек увидел, и все на этом закончилось. Но когда человек записал, он проявил на бумаге, физически воплотил вот эту мысль, он как бы ее зафиксировал, она остается намного дольше. И она начинает работать как программа. Конечно же, мы потом вернемся к Роберту Киосаки. Это вот то, с чего я начну уже как бы слайды тут показывать. И давайте материал понятен многим из вас. Но повторение «Мать учения» и мое как бы видение, моя концепция этих вещей, живая, пропущенная через мой собственный опыт за 14 лет работы в МЛМ, она очень полезна. И она играет важную роль. Но это будет после того, как я вам донесу вот эти три фундаментальных концепции, с которых нужно начинать все и которые нужно запустить в действие. Итак, я надеюсь, вы взяли ручки, взяли бумагу. Кто не взял, я полминуты еще подожду. Ну, возьмите, пожалуйста, найдите и просто запишите за мной три маленьких предложения. Но эти предложения очень важны. Итак, первое, которое нужно записать, и я остановлюсь на нем. Очень просто, все звучит, все очень просто. Первый пункт. Постоянное изменение себя. Это как клише. Это как бегущая строка. На лбу, в голове, в сердце, в действиях, в мыслях, эмоциях, во всем. Постоянное изменение себя. Что это такое? Это некий процесс, который мы запускаем самостоятельно, когда принимаем такое решение. Однажды принимаем решение, основанное на чем? Основанное на реалиях. А реалии говорят о чем? Мы знаем все, все уже с вами давно много кто читал, слышал и так далее, что наш окружающий мир, он полностью повторяет то, что внутри нас. То есть то, как мы мыслим, какие эмоции испытываем, это все проявляется во внешней реальности. Наша жизнь, наша судьба, она зависит от того, что у нас внутри. Поэтому, если у нас не запущен механизм постоянного изменения себя, осознанный механизм, намеренный механизм, когда мы себе говорим, как человек, моя жизнь меня не устраивает, у меня нет пары, у меня больное тело, у меня нет здоровья, у меня нет денег, у меня нет реализации, моя судьба складывается не так, как я хочу, у меня куча всяких недостатков, недоработок. Меня не устраивает вот то, что в моей жизни. А раз меня это не устраивает, а я знаю, что это все зависит от меня, от тех программ, которые внутри меня, значит мне нужно менять эти программы, то бишь менять себя. И только тогда изменится все то, что у меня в жизни происходит. И когда человек так говорит, он это понимает, и он это решает, то, что мне нужно себя самому менять, и при том не просто взять и изменить, а сделать это постоянным процессом изменения себя. Вот только с этого мгновения запускается механизм, механизм этого процесса, механизм изменения себя. Когда я себе говорю, мне нужно постоянно себя менять, только тогда будет меняться моя жизнь, и только тогда будет меня устраивать результат. Специалисты говорят о том, что процесс изменения себя, ну хотя бы скажем, изменения каких-то коренных концептуальных вещей внутренних, он происходит не менее пяти лет. Нужно пять лет для того, чтобы хотя бы немного изменить себя прежнего. То есть это не происходит по щелчку пальцев, это не происходит одного решения. Так, я решил себя менять, завтра начну бегать, завтра начну делать зарядку, завтра начну читать, завтра начну обучаться. Нет, это не работает. Путь в тысячу миль начинается с первого шага, маленького шага, простого шага. И чтобы изменить себя коренным образом, нужно менять себя совсем понемножку, но постоянно, каждый день. И нести это как привычку для себя, сделать это привычкой. Вот привычка, мы же привыкли чистить зубы и завтракать, да, и привыкли там еще какие-то вещи делать в жизни. Вот нужно привыкнуть менять себя. И этому процессу нужно посвятить не меньше пяти лет. Если вы приняли осознанное решение менять себя, и у вас прошел только месяц или год, то я думаю, что результат вас еще не порадует. Или, например, уже прошло пять лет. Но тогда задайте себе честно вопрос, глядя в зеркало. Я действительно изменился по сравнению с тем, каким был пять лет назад? Действительно изменился? Действительно во мне есть изменения? И эти изменения я сам наблюдаю? И мои близкие наблюдают и говорят, ты изменился? Или же я не вижу никаких изменений? Хоть прошло пять, десять, двадцать пять лет, а изменений нет. Я как а было, как а есть. Я не стал умнее, я не стал интеллектуальнее, я не стал смелее, я не стал увереннее, я не стал могучее, более могучим, с могучей энергетикой, уверенным, с потенциалом раскрытым. То есть ничего не изменилось, я наоборот, может быть, стал хуже, еще стал больше бояться, больше шарахаться, больше болеть, больше страдать. Ну тогда это тоже изменения, но это не те изменения, которые приводят к результату. То есть вы должны четко понимать, глядя себе в глаза в зеркале, что вы действительно изменились или находитесь в процессе изменения. Если ничего не меняется, а вы все так же, я опять же хочу в Париж, а ты там уже был, да нет, уже пять лет хотел, пять лет хочу в Париж, пять лет хочу измениться, хочу начать меняться. Но так ничего в твоей жизни не изменилось, и ты не, потому что ты не изменился. Ты ничего не сделал, у тебя не работает энергия намерения. Ты не запустил механизм этого процесса изменений. Если бы ты это сделал, твоя бы жизнь изменилась. Поэтому принятое решение, я начинаю меняться и точка, здесь и сейчас или никогда, этот выбор отличает человека, у которого есть возможность раскрыть потенциал, от человека, который никогда в этой жизни ничего не добьется. Он будет возмущаться, он будет предъявлять претензии, он будет стареть, болеть и умирать. А кто-то будет меняться и процветать, и в чью-то жизнь будет входить совсем иная реальность. И простите меня за тавтологию, и может быть даже за демагогию, но это жизненно важная правда, которая должна быть освоена каждым из нас. И так повторю первый пункт. Постоянное изменение себя. И отметочку сделайте, заметочку. Пять лет не менее происходит процесс изменения себя, не менее. Второй момент, второй момент, не менее важный. Звучит он вот так. Надо начать с нуля. Записывайте. Надо начать с нуля. Надо начать с нуля. Это положение вещей, когда нам с вами нужно закрыть дверь за вчерашним опытом. Вчерашний опыт, который сделал нас тем, кем он нас сделал сейчас, он нас привел к тому, что у нас сегодня есть. То есть, а мы по привычке опираемся на себя, на свой опыт и говорим, да я такой крутой, да я раз такой умный, да я такой супер-пупер интеллектуал, да у меня и то, да и послужные списки, да у меня и все, да и 33 высших образования, и 33 раза я почетный, перепочетный, самого почетного, перепочетного ордена. Друзья, если вам это все не дало того счастья и того изобилия, к которому стремится ваша душа и тело, закройте дверь за этим опытом. Перестаньте жить в режиме тщеславия и гордыни. Я ого-го, ну у меня не получается. Если не получается, заткни свое ого-го, закрой за ним дверь и не опирайся на это тщеславие и на эту гордыню. Раз оно тебя до этого момента не кормит и не превратило твою жизнь в шедевр изобилия, закрой за этим дверь, пусть оно будет, поблагодари свой опыт, опирайся на него, но не пребывай в состоянии тщеславия, постоянно всем рассказывая, какой ты крутой и высокообразованный и талантливый. Начни с нуля, стань студентом, стань учеником, зайди за эту парту нового для тебя мира. Начни изучать концепцию MLM, если ты хочешь построить систему MLM. Но для этого тебе нужно решить, а решить я тебе тоже помогу чуть дальше, когда мы начнем говорить о Киасаке, о квадранте денежного потока. То есть забудь о своих наработках. Никто у тебя не отнимает твоего опыта, никто у тебя не отнимает твоих талантов. Но не нужно постоянно кичиться и нести впереди себя этот чемодан без ручки. Его очень тяжело нести, бросить. Жалко, потому что этот опыт 50-60 лет за спиной. Но так и тащить же нет смысла никакого. Поставь на обочину, пусть постоит. При необходимости все всплывет, что нужно. Но ты ведь прешь этот чемодан без ручки. Ты его прешь, тащишь. Он тебе мешает смотреть вперед. Потому что это мой опыт. Но раз он тебя привел сегодня к долгам, к проблемам, к болезням, к унынию. Оставь этот опыт. Закрой за ним дверь. Хотя бы на время. Начни изучать заново. Начни с нуля. Никогда не поздно начать с нуля. Помните, как Роберту Киосаки говорил его богатый папа? Каждый миллионер терял свой миллион приблизительно от двух до трех раз. То есть он становился банкротом полным. И он начинал все с нуля. И наш опыт, он должен превратиться, вот это количество превратиться в качество какой-то мудрости. А не вот эти вот пожитки в виде чемодана без ручки, которые мы держим впереди себя, тяжеленный, неудобный. И пытаемся двигаться. Он не даст двигаться. Он будет мешать, что и происходит в жизни очень многих людей. Переведите во внутреннее накопление, в мудрость житейскую. И при необходимости используйте. Но не несите, не толкайте впереди себя этот опыт, который уже вам не служит. Если бы он служил, вы бы тут не сидели. Ну, или, скажем так, не искали бы возможности в интернете. Я метафорично говорю. То есть у вас уже были бы ваши миллионы, у вас уже был бы бизнес системный, и вы уже наверняка бы обучали других людей, или вообще уже просто в гамаке лежали где-то на, среди папуасов отдыхая в джунглях каких-то, в экзотическом отдыхе. Я, конечно, так, шутку, да. Но я думаю, вы понимаете. Но раз вы еще не имеете того, о чем мечтаете, и чего жаждет ваша душа и тело, значит, нужно становиться студентом. Вообще, сетивик – это вечный студент. Поэтому начни все с нуля. Забудь обо всем, о всех своих высших образованиях. Забудь о своем тщеславии. Заткни свою гордыню в одно место. И начни задавать вопросы. И начни учиться. Третий пункт, еще более важный для понимания и для осознания. Записывай. Пункт три. Тебе нужен ментор. Иначе, в скобочках можно. То есть вот фраза звучит так. Тебе нужен ментор. Три восклицательных знака. И в скобочках фраза. Иначе я пойду на дно. Что такое ментор? Даже не кто такой, а что такое ментор? Тебе нужен ментор. Мне нужен ментор, иначе я пойду на дно. Ментор бывает трех видов. Тоже можете записать. Прямой человек, непосредственный человек, конкретный, физически существующий в твоей реальности человек. Которого ты можешь потрогать, с которым ты можешь поговорить. Вот, например, у Роберта Киасаки было два папы. И у него книга, с которой нужно начать свое образование, чтобы достичь успеха. И эту книгу не просто прочитать нужно, ее нужно прочитать как конспект, создать, записать тезисы важнейшие. По крайней мере, я 14 лет назад начинала с этой книги, фактически с нее. И начинала перепрограммировать свой мозг, свое мышление. Именно с этой книги. Богатый папа, бедный папа. И у Роберта Киасаки было два папы. Родной папа, который занимал высокий пост по образованию, который был всегда бедный, потому что мыслил как бедный человек, как наемный работник. И был богатый папа. Отец его друга, с которым он дружил, с пеленок. И этот папа сыграл огромную роль, потому что он учил этих двух детей, двух пацанов, учил своей жизни до конца своих дней. Учил мышлению богатого человека. И все книги, они основаны, и вся жизнь, весь опыт Роберта Киасаки. Это уже, скажем, пересказ вот этого обучения, которое получил Роберт Киасаки у отца своего друга. Он назвал его богатый папа. И это вот фундаментальная основа нашего мышления, мышления любого человека, который хочет в жизни преуспеть. Если вы не читали этой книги, вам не светит преуспеть. Скорее всего, если вы это не читали, вы никаких других тоже не читали. И с нее нужно начать. И поэтому вот таким ментором живым, реальным у Киасаки был этот богатый папа. И он к нему ездил. И он получал от него уроки, задания. Богатый папа его вел. Это как личный консультант, бизнес-консультант сейчас говорят так. Но более обширное слово – это ментор. Ментор – это слово «ментал», ментальное, то есть именно информационное обучение, информационная помощь, помощь в советах. Так вот, советы мы можем принимать только от тех, кто добился сам успеха. Нельзя принимать успеха, нельзя принимать советы, нельзя брать за ментора, человека, который просто вам приятен, близкий ваш человек, родной, родители, близкие люди. И если этот человек не добился успеха, или он не живет под тем параметром, по которым хотите жить вы, вам нельзя принимать советы от таких людей. Вам вообще нельзя выслушивать их наставления и морали. Потому что они будут пагомно на вас действовать. Как действует, например, средство массовой информации, программируя подсознательно. Это тоже ментор. Так вот, реальный человек, он должен консультировать реально и серьезно, не просто там говорить что-то, а консультировать, давать конкретные советы. И если в вашей жизни есть такой конкретный человек, замечательно. Но когда вот человек мне говорит, Ольга, помоги, я не знаю как. А я не могу понять. Если я дам какой-то совет, а человек ее не восполняет, я человеку говорю, тебе нужно за месяц прочитать 50 книг. Вот мой совет. Он говорит, да, нет, мне некогда там и так далее. Поэтому ко мне обращаться за советом, я буду давать очень жесткие советы. Я не могу дать совет человеку, который, ну, то есть он не будет толку никакого. То есть я могу только пригласить на свои школы, но человек не хочет ходить. Или он походил там несколько раз, говорит, она говорит об одном и том же. Уже неинтересно. Ко каких советах речь может идти? Поэтому у нас создана целая система советов с Николаем в виде нашего обучения, которую нужно осваивать, слушать. По крайней мере, мы можем довести любого из вас до того уровня, который имеем сами. Выше, конечно, нет, потому что мы сами движемся по этому пути. Но дойти до того уровня и ментального, и финансового, который мы имеем, мы можем, то есть это может любой. Любой человек, он может помочь другому дойти до своего уровня, достичь своего уровня, если человек хочет, если человек движется. Но это же тоже не вопрос одного совета и одного дня. Это целый процесс. Вспомните первый пункт. Пять лет, не менее пяти лет. Это первое. Прямой ментор. Это тот человек, который вас консультирует и ведет, к кому вы можете обратиться за советом, за отдельным советом, конкретным советом. Второй. Второй, кто может быть еще ментором, и не просто может, а является. Второй направление иметь ментора. То есть это книги, тренинги, авторы, какие-то известные люди, известные высказывания. То есть именно помощь ментальная, информационная через книги, оставленные нам успешными людьми. Вот это очень важный момент. Я не знаю, как вы воспитывали себя в этом бизнесе. Кто вы? Я так понимаю, что тут многие уже не по первому году. Я за свои 14 лет еще не переставала, во-первых, обучаться читать книги. То есть я уделяю очень много времени. То есть несколько дней, ой, несколько часов в день у меня и уходит на книги. Несмотря на мою занятость. Но я это делаю, я не читаю книги, я слушаю книги. То есть мы уже несколько лет с Николаем как перешли на этот способ, очень универсальный, очень удобный способ прослушивания книг. То есть мы или в аудиоформате слушаем книги. Или же Николай переводит программой «Балаболка» есть такая любую книгу. Да, там робот читает. Но мы уже привыкли за несколько лет, поэтому мы нормально воспринимаем. Мы любую книгу быстро переводим и ее слушаем. То есть вот чем бы я ни занималась, у каждого из нас МП-3 проигрывателей, там записаны книги. То есть мы засыпаем и просыпаемся, и бегаем, и работаем, и двигаемся, и с ребенком, и по дому, потому что моих, скажем, обязанностей никто не отменял, быть женой, мамой, бабушкой. Я делаю все, как и все, и пеку пироги, убираю в доме и так далее. То есть я не только сижу у компьютера. Но это время, все время, я слушаю какие-то книги. И некоторые даже переслушиваю. Но я в моем окружении, я не видела, я скажу вам честно, я не видела ни одного человека за все годы, мне 50 лет, начиная со школы, кто бы читал столько, сколько читаю я. Я не видела. С детства я очень люблю читать. Для меня это очень важно. То есть книги – это моя жизнь. Я очень много прочитала книг за 50, ну не 50, и начала читать там с первого класса, так уже осознанно. Но я не встречала в своей жизни. То есть я знаю, что есть люди, которые больше меня читают, естественно, намного больше. Но вот я в своей жизни не встречала таких людей, с которыми бы я дружила, там общалась, да, которые бы читали больше меня. Вот и все. Не потому, что я лучше, нет. Я очень много читаю, сразу говорю. И я сегодня говорю точно, каждому даю такой совет. Если вот ты, прошел день у тебя, и ты не прослушал какого-то ментора через книги, то есть не получил какой-то совет, наставление, не прочитал какую-то историю успеха, любого человека. Вот знаете, я была, вот что-то сейчас вспомнила, с ней я была подростком еще, ну в школе, я очень много в школе читала, это вообще, у меня такая была болезнь. Я читала днями, ночами, это было просто ужасов, меня отгоняли от этих книг. Ну, я очень любила читать. Я на уроках читала, я дома читала. То есть я лет 15, наверное, мне было, я прочитала книгу, вот я не помню автора, к своему стыду, но очень помню. Эта книга о общественном и политическом английском деятеле, она так и называется, Дизраэле. То есть был такой политический деятель, общественный, то есть очень известный, член правительства, там возглавлян, английский, Дизраэле. И я, она меня оказала, не просто не передать, то есть эта книга, она как огнем впечаталась в мое сознание. Я почти ничего не помню, но я вынесла для себя вот эту вот определенную модель внутреннюю, постоянной обучаемости и какого-то роста из этой книги. Вот я ничего не помню, а вот эта вот программа, она вошла в меня. И единственное, что я помню, то есть из этой книги, представьте, я была еще просто девочкой, школьницей, но я это запомнила. Вот эту фразу, и она идет со мной на протяжении жизни, я ее часто использую, я ее очень люблю, и многие из вас ее слышали от меня. Она звучит так, за каждым гениальным мужчиной стоит женщина. И для меня, вот той еще девочке 15-летней, это вошло в сознание, что если я хочу, чтобы тот мужчина, который рядом со мной живет, был успешным, мне нужно стать какой-то особенной. Вот это я поняла, еще будучи ребенком. И вот эта фраза, она со мной в жизни, я знаю сегодня, что крылья любому мужчине дает женщина, но она должна иметь такой внутренний, глубокий мир, понимание, и какого-то вот соединенности с этими ценностями. Ну, это целая жизнь, понимаете, это не передать одной фразой, одним вебинаром, тренингом, это вот как понимание. Думаю, многие из вас меня понимают, о чем я говорю. И я не только сама могу в этой жизни взлететь и преуспеть, но благодаря моему полету, моему правильному настрою, тот мужчина, который рядом со мной, он всегда будет успешным. Потому что таковы правила игры в этой жизни. Именно так нас Бог порует, соединяет. Мы одно целое мужское и женское начало. И вот представьте, вот прошло столько лет, а я это вот так уяснила из книги. Хотя почти ничего больше не помню. Но это все работает во мне как программа. Вот что такое ментор из книг. Почему я об этом сказала? Вот что такое иметь постоянно ментора, читая книги, слушая какие-то тренинги, школы и так далее. Этих людей может уже не быть в мире в этом. Вы почитайте истории успеха того же, скажем, Линкольна, ну многих очень, такие вот истории, которые в моей жизни, например, сыграли большую роль. Того же Махатма Ганди, там многих. Их же людей сколько, сейчас интернет, все доступно, не нужно физические книги покупать. Можно все в интернете найти и скачать. Но это должно быть ежедневным программированием. Потому что, если не программируют нас те книги, которые мы выбираем, тот ментор, которого мы выбираем, нас программирует что? Правильно, нас программирует средство массовой информации, программирует быть жалкими рабами, которые всего боятся. Вот это мы смотрим. Вот и сравните. Честно, сколько вы часов смотрите телевизор и сколько часов вы общаетесь со своим ментором. Или личным, или с книгой. Вот сколько вы времени в день тратите на ментора. Потому что средство массовой информации это тоже ментор, настроенный на нас теми кукловодами, для которых мы пушечное мясо и толпа. Винтики системы, которые должны быть тупыми, малообразованными, которые всего боятся. То есть тупое серое стадо. Вот. кого формирует ментор под названием средство массовой информации. Тупое серое стадо, которое всего боится. И если ты хочешь стать другим, ты должен это сделать сам. Я ничего не сделаю. Мы по полтора часа порой, вчера Николай с одной женщиной, вот если она тут, Люба, он разговаривал с ней полтора часа. Он полтора часа отдал времени человеку, которого не получается в бизнесе. Вот полтора часа, сейчас посмотрю, Люба тут или нет. Люба в Гальзанок. Не вижу. Ну, я думаю, она посмотрит это все в записи. Полтора часа но ведь сколько бы, то есть он бы это сэкономил эти полтора часа на более ценные, если бы все вы развивались и имели сознательно этого ментора и двигались самостоятельно по пути своего развития. Вот так хотя бы как делаем это мы. Вот у меня есть человек, который говорит, я ей пишу, она говорит, я это все знаю. А сама находится в режиме такого негативного мировосприятия. Настолько негативный человек. Все не так. И бизнес не так. И золото не так. И маркетинг не так. И перелива нет. И недолива нет. И залива нет. И вылива тоже нет. Я уже очень грубо утрирую, но это так. Все не так. Негативное мировосприятие. Я пишу человеку о позитивном мировосприятии, о обучении лидерству, о концепции MLM, о книгах. Она мне пишет, я это все знаю, но... Вот, друзья, вот эта вот ваша фраза я это все знаю, это из серии гордыни и так далее. Если бы ты это все знала, ты бы так не говорила, не мыслила, и твоя жизнь была бы совсем другой. Но ты этого не знаешь. А хочешь узнать, иди самостоятельно и начинай узнавать. Я могу только направление показать, но я не могу каждому лично читать лекции по полтора часа, гладить, вытирать слезы и сопли, говорить, ты что, такой классный у нас бизнес. Да ну что ты, ну у нас так все тут классно. Ну ты ж посмотри, как классно. Не кажется вам смешным вот это все? Когда я вот начинаю уговаривать человека, какой у нас классный бизнес. А человек при этом ничего не делает, чтобы развиваться, чтобы менять себя, чтобы наполнять себя позитивным мировосприятием, наполнять себя силой, ничего не делает. Телевизор смотрит и бизнес у него не получается, потому что он кому-то сказал и кто-то его послал. Правильно сделал, что послал. Послал, потому что неинтересно. Послал, потому что ничего вы не донесли человеку, вы ему ничего не показали, вы себя даже не показали. Вы закрылись за какими-то текстами, ссылками. Даже в скайпе у вас нет фотографий и имени нет вашего. Кидаете только ссылки. Тошнит уже от этих ссылок. Человек мне сегодня вот есть у меня не буду называть имя, потому что ни имени, ничего. Вот он, вот просто лотос. Написал лотос. Я не знаю, кто это, но я вижу, что он у меня зарегистрировал. Он каждый день мне какие-то разные ссылки кидает. Кто ты, пишу, кто ты, как тебя хоть зовут, давай хоть поговорим, что ты мне пуляешь эти ссылки, каждый раз каких-то новых хайпов. И зарегистрирован человек, не просто зарегистрирован, проплачен. О каком успехе речь может идти? История успеха это твое лицо, это твоя энергия, это твоя открытость, это твое желание показать ту ценность, которая есть внутри тебя. Итак, ментор в виде книг, он должен присутствовать у вас каждый день. Иначе, как вот написала мне женщина сегодня, опять вернусь к тексту, ступор идет, собираюсь, все проблемы в голове, всегда ответ и всегда отрицательный. Почему? Да потому, что внутри стоит эта программа на отрицание, на неверие, на отсутствие уверенности и веры в себя, в бизнес, в концепцию MLM, во все на свете. Ни во что человек не верит. И ничего не сделает, чтобы поверить. Именно поэтому, и она пишет, я пробовала. Знаете, что можно пробовать? Блох давить на собственном коте или на собаке? Получится вам сесть и попробовать выдавить всех блох? Получится? Грубо, но правильно. Если вы хотите работать и получать результат в MLM, вам не пробовать нужно. Вам нужно браться серьезно за это дело и за свою жизнь, за свои мозги, за свои убеждения, за парадигму мышления. Нужно отслеживать свои мысли, эмоции, нужно заниматься постоянно изменением себя. Каждый день, каждый день, каждый божий день иметь ментора на подхвате или в виде книги, или в виде тренинга, или в виде аудиокниги. Каждый день! Вот тогда можно будет говорить о результате. А так все ваши пробы засуньте себе в свои чемоданы, которые вы несете перед собой без ручек и оставьте где-то у края дороги и идите вперед, глядя на ваш путь. Другого пути достичь успеха в этом бизнесе нет. Хоть вы сто раз убеждаете в себя, что бизнес классный и золото, хорошее, классное и все это классно, пока у вас нет внутри концепции, правильной концепции у вас не будет результата. Вы не пойдете к людям, вы пусты, вы никакие. Вы не несете людям некую ценность, которая нужна людям. Так, идем дальше. И третий пунктик, то есть первый пункт прямой человек-ментор, второй книги-тренинги, третий это, так и пишите, способность видеть метафоры. Способность видеть метафоры. Что это такое? Ну, например, вы видели, как сквозь асфальт пробивается росточек зелененький? Видели? Каждый видел асфальт, который укатывали катком, куча людей, заливали смолой, укатывали катком, и сквозь этот асфальт пробился росточек, тоненький, маленький, зеленый росточек. Вот, вот пусть эта метафора служит для вас ментором. Этот росток так жить хочет, что он пробил асфальт. Или вы видели людей, которые участвуют в олимпиаде без ног, без рук. Да, в конце концов, сядьте и начните смотреть жизнь и историю Ника Бучича и перестаньте ныть, что у вас что-то не получается. Этот ребенок жизни себя хотел лишить в детстве. Каково ему жилось? Вот такие вот метафоры, когда мы видим жизнь, прорывающуюся через все преграды, это тоже способность иметь вот такое, это способность внутренняя ваша, это уже духовное качество. И эта способность это ваше духовное качество видеть ментора во всем, во всей окружающей вашей жизни. Как выживают животные и растительный мир, как прорывается к лучам солнца все, что хочет жить. Вот эти все метафоры нужно видеть в простых вещах в окружающем нас мире. Но для этого нужно жить в режиме осознанности, быть осознанным человеком. не спать под звуки, под песни средств массовой информации, а пробуждаться. И как Мюнхгаузен доставать себя из болота вот этой серой массы, становиться белой вороной и сказать себе вывернусь наизнанку, но никогда не буду жить так, как живет толпа. И когда человек такое решение принимает, он в жизни своей однажды совершает прорыв. Но когда он не делает ничего в этом направлении, он будет обвинять спонсоров, он будет обвинять компанию, он будет обвинять бизнес, он будет говорить, что это все чепуха, потому что он ничего не сделал для того, чтобы самому постоянно меняться. Я ничего не открыла, никакую Америку, когда вам продиктовала эти три пункта, но я вам рекомендую очень основательно ознакомиться со статьей на сайте Николая Лобанова, которая называется «Шпаргалка для обновления себя». Выучить эту статью, законспектировать. «Шпаргалка для обновления себя». Я думаю, что каждый из вас уже был на сайте вашего спонсора, а если не был, то мне вас слишком искренне жаль. Так, идем дальше. Роберт Киосаки. Человек, который становился два раза банкротом после того, как зарабатывал свои несколько миллионов. Человек, который донес нам с вами уникальные знания, способные перевернуть любое мышление, любое сознание, способное перепрограммировать наш мозг, наше отношение к жизни. Лично я на этих книгах «Как сетевик выросла». У него их уже больше десяти, этих книг. Но начинать нужно с «Богатого папы, бедного папы». Потом с «Квадранта денежного потока». Я сейчас кратенько по нему пройдусь, покажу свое видение, свои акценты расставлю, потому что они очень важны. Эти акценты опять же связаны с моим опытом, это не просто с книгой взяток. Это то, что мы провели в жизни с Николаем. То есть то, что мы отработали на жизни, попробовали и сегодня говорим о том, что работает и что это действительно результат нашего опыта жизненного, превращенного в некую такую же концепцию. есть очень интересная книга, вот она справа тут, это книга Дональда Трампа и Роберта Киосаки, совместная книга, которая называется так, «Почему мы не хотим, чтобы вы были бедны?» Представьте, два, миллиардер и миллионер, мультимиллиардер и мультимиллионер написали книгу, почему они не хотят, чтобы мы были бедны. И вот эти все книги нужно читать, не прочитать, а читать. Ну и моя любимая книга Роберта Киосаки, которая так называется «Бизнес-школа» или «8 ценностей сетевого маркетинга не связанных с деньгами». И пока вы вот эту концепцию внутри себя не поселили, у вас не получится заработать деньги в сетевом маркетинге. Хоть вы тут по 10 тысяч долларов укладываете и покупаете эксклюзивы, это самый мощный ментор на рынке сетевого маркетинга Роберт Киосаки и его книги. Итак, квадрант денежного потока. Вот так выглядит квадрант, то есть неких 4 сектора. И вот эти секторы, сейчас красненько мы по ним пройдемся. Первый сектор Е, работа по найму, сектор наемного труда. второй сектор С, частное предпринимательство, малый бизнес. Третий сектор квадранта Б, большой бизнес, и четвертый Ай, то есть большой бизнес, франчайзинг, построение сети, и четвертый Ай, инвесторы. Вот смотрите, вот в этих четверых секторах этого квадранта, который назвал квадрант денежного потока Роберт Киосаки. Идет распределение всех людей. Вот все люди распределены по четыре этих сектора. В четырех этих секторах. Вот первый наемный трус. Нет времени, нет денег, нет здоровья. Когда мы нанимаемся, это вот именно программа серой массы стада, по которому ведет нас правительство наше, извините конечно, за тавтологию, но больше даже не столько правительства, как те кукловоды, которые полномасштабную игру на нашей планете. То есть нужно, чтобы мы были наемными рабами. Работник, от слова раб, что работник, что раб. Раньше раб за похлебку работал, а сейчас он за заплату работает, на которую можно только не умереть с голоду. И все. И вот раб, работник, это все одно и то же. Это сектор наемного труда. Нет времени, нет денег, нет здоровья. Ну, я думаю, что все понимают это. Дальше частное предпринимательство. Малый бизнес. Когда человек ставит лоток, магазинчик, киоск, то есть сам что-то пытается. Нет времени, нет здоровья, немного денег появилось. Нет времени, нет здоровья, потому что человек работает на себя. Там он работает на дядю, а тут он работает на себя. Поставил какой-то киоск, магазинчик, парикмахерскую, я не знаю, еще что-то. Ну, то есть он работает на себе. Сколько вот заработал, сколько потопал, сколько и полопал, чуть-чуть заболел, не дай Бог, потому что нужно постоянно работать, вместо тебя никто не будет работать, это твой бизнес, тебе нужно его делать, контролировать и не отступать от него и на шаг, потому что он развалится. Поэтому здоровье тут гробится очень быстро в таком бизнесе и нет времени, человек не видит ни детей, ни семью, у него есть бизнес, но у него нет времени и здоровья, но какие-то деньги появились. Тоже такой вот выбор, сюда человек идет, когда ему уже в наемном труде так надоело на дядю работать, что он говорит, я лучше буду на себя работать, ну так и таковы реалии. Дальше. Большой бизнес франчайзинг и построение сети, есть время, есть деньги, есть здоровье. Вот что такое большой бизнес. Здесь не просто построение сети, здесь создание системы и инвесторы, есть все. Когда у нас есть деньги, мы уже заработали, мы можем их инвестировать и жить на проценты какие-то, но это тоже нужно правильно делать. Смотрите, слева, в левой стороне квадранта, где сектор Е и С, находится 95% людей. Представьте, вот в чем фишка этого квадранта, а справа только 5% людей. То есть люди, которые работают по найму и имеют частное предпринимательство и малый бизнес, их 95%. А людей, которые находятся справа, имеют большой бизнес, сеть или денег много, их всего лишь 5%. А вот денег, слева 10%, а справа 90%. Вот вы просто посмотрите на эту схему, я думаю многие из вас ее видели. Посмотрите еще раз. И решите для себя, где вы сейчас находитесь. Если вы, у вас, ваша сеть еще не кормит сетевого маркетинга, вы еще слева. Сеть, это некий расклад, где вот сектор B, считается, что человек, Роберт Киосаки, по крайней мере, об этом говорит, что человек переходит в правую сторону квадранта в сектор B тогда, когда у него есть или же сеть из 500 человек или 500 наемных работников у него есть в каком-то бизнесе. Можно говорить уже о системе. Не менее 500, которые создают вам источник пассивного дохода или резидуального дохода. Так вот переход с левой стороны квадранта в правую сторону квадранта, вот на этот переход, Роберт Киосаки говорит мне, то есть он не происходит за месяц. Чтобы этот переход совершить нужно от 2 до 5 лет потратить на то, чтобы не просто действия какие-то сделать, а главное отличие людей с левой стороны квадранта от правой стороны квадранта – это мышление. Слева – это мышление бедного человека, а справа – это мышление богатого человека. Вот для этого и нужен ментор. Ментор помогает изменить нам мозги, перепрограммировать наше мышление. С мышления бедного человека на мышление богатого человека. И когда мне сегодня женщина говорила о том, что она звонит по телефону и у нее уже в голове готовый негативный ответ, какое мышление у этой женщины? Какого человека? Конечно же мышление бедного человека. Потому что у бедного человека всегда негативное мировосприятие, всегда негативное мышление. Пусть не во всем, но то, что касается бизнеса и денег, всегда негативное. То есть, что такое негативное мировосприятие? Это не обязательно быть злым и агрессивным. Нет. Это быть всегда в состоянии страха. Вот это негативное мировосприятие. Постоянно бояться. Быть в состоянии страха. Не получится, не выйдет, не срастется, не сработает, не услышат, не поймут. Такое вот боишься. То есть, основа всего страх, который рождает вот эта вот негативность с частицей «не». Вот все, что… То есть, вы просто себя протестируете по поводу негативного мировосприятия. Насколько часто вы используете частичку «не». Вот настолько вы негативны. И тут, знаете, доказывать кому-то, что вы позитивны и так далее, не нужно. Если вы позитивны, если у вас бизнес-мышление, вы давно уже в правой стороне квадранта денежного потока, как минимум в секторе «Би». И вы знаете, что такое создать систему, которая работает на вас. А система – это когда не люди на вас работают. То есть, если в традиционном бизнесе, то люди на вас работают. А если в сетевом, то время людей на вас работает. То есть, у вас 24 часа в сутки, да, вы работаете там, ну пусть, на дядю вы 8 часов работаете, да, вот поработайте 8 часов на себя. 8 часов на себя. А теперь умножьте 500 человек в сеть, которую вы создали, на 8 часов. Вот и представьте, вы один работаете 8 часов на себя, а 500 на 8 – это 4 тысячи часов рабочих. Это та система, которую вы создали. То есть, время людей работает на вас. Люди, работая на себя, работают и на вас, потому что вы организовали эту систему. И вот тут вот очень важный момент. Перейти правую сторону квадранта можно только тогда, когда будет соответствующее мышление богатого человека. А богатый человек, правильно богатый человек, в его, то есть, правильное мышление, и вы это поймете, когда начнете читать книги, этот человек не о деньгах думает, в первую очередь. Он думает о том, насколько те люди, кого он привлекает к себе, могут получить выгоду, находясь рядом с ним. Вот я вам скажу, как я думаю, когда я строю сеть. Прежде всего, мы с Николаем, вот мы с мужем, у нас такое мышление. Мы думаем, что мы можем дать человеку, который приходит к нам в сеть, в сетевой маркетинг. Вот это первое, что мы можем дать. То есть, мы не думаем о том, сколько мы заработаем. Мы четко знаем, мы уверены, что мы заработаем много. Много, ну, сколько сможем дать человеку, столько и заработаем. Мы сможем много дать, много заработаем. Не сможем много дать, не заработаем много. Поэтому деньги – это следствие того, сколько мы ценных моментов, вещей каких-то, каких-то подсказок, опыта и помощи сможем дать другим людям, которые к нам пришли, которых мы приглашаем к себе. То есть мы сразу показываем ценность. Смотри, что ты можешь получить, когда ты станешь моим партнером. И вот это-то и является главным магнитом, притягивающий к нам людей. Те, кто чувствуют, понимают и слышат, они правильно понимают. Они могут получить не деньги, а тот опыт, который мы можем дать. Опыт, наши знания и нашу поддержку, которая приведет к тому, что человек заработает деньги. Вот у него этого нет еще пока, такого опыта, знаний, поддержки. Он ищет, кто бы ему это дал. И он идет, ищет спонсора, наставника. Ведь очень многие, ни для кого не секрет, сейчас в Карат Барс очень многие ищут наставника. То есть уже люди поняли, что такое Карат Барс, всего насмотрелись. У меня уже в команде несколько таких сильных людей, очень сильных, которые мне прямо сказали. То есть вопрос Карат Барса у нас уже стоял. То есть мы уже выбрали Карат Барс, но мы искали спонсора. То есть насколько спонсор, наставник, управляющий командой, организатор бизнеса, насколько он компетентен, профессионален, насколько он готов давать своей команде. Именно ментально помогать. Ментально. А это прежде всего, друзья, энергия. Если ваш наставник горит, естественно, энергия движется. Я говорю не именно о себе, я говорю о вас, как она станет, у которых очень во многих уже есть команда. Вот работаете ли вы по дубликации, действуете ли вы так, готовы ли вы людям передавать высокую энергетику, много энергии, каждый день какие-то ценные вещи давать людям. Готовы ли вы людям помогать? А когда вы людям, которые под вами не помогаете, некоторые сидят в невидимке постоянно. Невозможно достучаться. То есть ну а как же, как будут к нему обращаться люди, если он все время в невидимке. То есть он даже не знает тех, кто под ним, и не интересуется. То есть человек хочет, чтобы эти люди приносили ему деньги, но он не хочет напрягаться и помогать этим людям. Отдавать то ценное, что в нем есть. Время, опыт, какие-то наработки, помощь. Прежде всего энергию. А энергия, она же форму любую приобретает. Какая-то подсказка словом, делом и так далее. Я думаю, вы понимаете. Вот тогда команда живая. И когда я прошу, просто умоляю, ходите на занятия, где же вы есть, а людей нет у меня на школах. И человек говорит, ты что это перелив не делаешь, давай делай перелив. А человек не ходит даже на занятия. Ну может он запись, конечно, смотрит. Потому что у него или красное все время, или невидимка, или красненькое вот это яйцо. То есть не тревожьте меня, не беспокойте, я очень сильно крутой и очень сильно занят. Или же невидимка. То есть я очень занят. Я же с чемоданом сейчас стою тут без ручки. Вот держу сейчас этот чемодан, не света белого перед собой не видно. Я очень занят, не тревожь меня. Вот при таком раскладе не получится. Должна быть очень живая атмосфера, постоянный контакт. Вот эта энергия, она как цемент соединяет организацию, команду, структуру. Объединяет в одно целое. Только один целый организм способен выжить. Только единый организм, здоровый организм, который работает в унисон. А знаете, как работает здоровая клетка? Чем она отличается от раковой клетки в организме? Здоровая клетка работает в режиме, в таком же режиме Паретта, 80 на 20. Вот это уже статистика квадранта, она вот это уже наша статистика, 95 на 5. А статистика Киосаки 80% на 20%. То есть 80% людей слева и 20 справа. Но на самом деле, конечно же, не так. То есть больше слева находится. Вот этот, так называемый, закон Паретта, тоже о нем узнаете, прочитайте, используйте его. Так вот, когда человек, блин, мысль потеряла по поводу Киосаки хотела, может кто-то подскажет мне, на чем я потерялась. Так много хочу сказать. Да, так вот, смотрите, когда, про здоровую клетку, да, вспомнила. Когда здоровая, да, 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 здоровая клетка, у нее тот же закон Паретта, 80 на 20. То есть здоровая клетка организма, она отдает во внутриклеточное пространство 80% своих ресурсов и полезных, ценных веществ. А 20% оставляет себе. И представьте, а ведь здоровая клетка, она питается от внутриклеточного пространства. И вот представьте, если каждая здоровая клетка отдает в это пространство 80% своего самого ценного ресурса, своих ценных накоплений, знаний, да, ну и так далее. То есть я опять же метафорично говорю. И когда она, каждая отдает 80% во внутриклеточное пространство, все накормлены, все здоровы, все соединены в один здоровый организм, который функционирует. Потому что внутриклеточное пространство содержит все, что нужно для всех клеток. Ну, однажды клетка говорит, пошли вы все нафиг. Я сейчас закроюсь невидимкой или закроюсь красным яйцом, потому что я сильно крутой и сильно занят. И такая клетка говорит, я не хочу отдавать 80%, я отдам 30%, ой, отдам, например, там 70% вначале, а 30% оставлю себе. А потом думает, и что это 70%, я отдам 60%, а потом я половину отдам, а половину себе оставлю. Что это мне? Мне надо деньги, мне нужны деньги, мне нужно все, мне так нужны деньги, что дальше некуда. Я отдам только половину, а все остальное себе оставлю. И вот, то есть мышление, мышление, мышление ради единого здорового организма. И он в сетевом маркетинге работает, как и в организме, в любом социуме, в любом обществе эта схема работает. И однажды такая клетка, когда вот конфигурация меняется, то есть она оставляет себе 80% энергии и ресурсов и полезных веществ, а 20% только отдает, в этот момент она превращается в перерожденную клетку, то есть она перерождается и она на уровне организма выглядит, как раковая клетка. Она очень быстро развивается. Почему раковые клетки быстрее растут? Потому что они оставляют себе больше ресурсов и они размножаются быстрее, чем здоровые клетки. И во что превращается раковая клетка? Конечно же в раковую опухоль, которая потом что? Убивает весь организм. Поэтому если мы не понимаем этих вещей и не работаем на свою команду, не отдаем ей 80% всего, что у нас есть, а самое ценное, друзья, что у нас есть, это наше время и наша энергия. Это самое ценное. Ничего более ценного нет в этом мире. Это то, что не восполнить никак. И если все работают в этом режиме, организм здоровый, он процветает. Все выигрывают от этого. Вот так и в сетевом маркетинге. А это все мышление, друзья. Это состояние мозгов. Хоть это и метафора, это состояние мозгов. Иметь внутреннее изобилие и желание помочь всему организму, всей команде. Потому что если вы не будете зарабатывать, откуда же я буду зарабатывать? Но вы будете зарабатывать только тогда, когда ваше мышление будет меняться. А оно будет меняться только тогда, когда я вам помогу это сделать, что я и делаю регулярно. Только мышление, правильное мышление дает результат и привлекает к нам других людей. И идет вот такая вот эстафета, цепная реакция. Тот, кто понимает то, о чем я говорю, у того строится сеть. Кто не понимает, о чем я говорю, у того бизнес стоит на мертвой точке. Застыл, как вкопанный. И ты его невозможно расшатать. Невозможно добраться к этим людям. Все спят, все сидят. Все чем-то заняты непонятно чем. Команда умирает. Вот что происходит. Мы два месяца в бизнесе, и у некоторых команды умирают. Я не вижу этих людей. Люди не идут с нами на связь. Николай постоянно повторяет, спонсор достается тому, кто достает спонсора. И мы просто просим, умоляем, доставайте нас. Мы для того и есть спонсоры. Мы для того и наполнены той энергией, той силой, которую нужно отдавать. Мы можем проводить общие школы. Конечно же, лично лекции читать мы не будем каждому. Это вот там иногда, там Николай, вот он, там вот вчера, я же говорю, полтора часа. Но лично вот это рассказывать я не буду никому. Человек говорит, помоги мне, Оля, ты психолог. Лично? Нет. Потому что я сейчас говорю все, что касается каждого из вас. Все, что нужно каждому из нас. Моя задача дверь открыть, направить движение. Главная помощь наша с Николаем, это наши трехсторонние звонки. Это когда вы понимаете концепцию, когда вы работаете в режиме самообразования, самообучения, посещаете все школы, мероприятия, рекомендации спонсора. И делаете нам трехсторонние звонки. Мы рассказываем вашим людям, даем информацию. Закрываем сделки. То есть объясняем все то, что делает этот бизнес эффективным. То, что передаем вот эту энергию уверенности, ту, которая у вас, ее нет. А мы ее передаем вашим людям, потому что вы еще не наработали, может быть, столько. Да, эффективнее всего, когда кто-то трехи пусть от спонсора отбывает. То есть все четко. Ну и вопрос, Михаил, как лучше читать? Если этот переплет у тебя в мозгах, то читай в переплете. Как хочешь, так и читай. Лучше прыгать на одной ноге или на второй. Хоть как читай, только читай. Знаете, вот если человек не читал еще Киосаки, считаете, что вы еще в сетевом бизнесе не даже не зачатие даже не произошло. Вот просто не произошло зачатие у вас. А если не было зачатия, о каком развитии может быть речь? Как угодно читайте. В интернете, вне интернета, только читайте. Они ничем не отличаются. В интернете или в переплете. Все перечитано, а толку нет. Вот, пожалуйста. То есть перечитано, а толку нет. Как вы думаете, почему? Я хочу получить обратную связь. Вот как вы думаете, друзья? Вот я сейчас вот этот вот битый час тут распиналась. Человек говорит, толку нет. Почему нет толку? Какие будут точки зрения? Ну вот немножко, да, правильно, Елена говорит. То есть действий нет, нет анализа. То есть не применяются эти знания на практике. Прочитаны, но не применились эти знания. То есть человек не принял решение для себя глубоко быть сетевиком, быть в этой индустрии. Не принял. То есть только прочитал. Говорит, вы проходите, мы уже это прошли. Знаете, как прошли, как в школе, прошли физику, прошли химию. Я в школе прошла химию, вообще не понимаю ничего в химии. Читала, не думая. Не то, чтобы не думая. Все не опущено, не проявлено в физическом. Вот я, например, когда прочитала, я поняла четко, от двух до пяти лет нужно двигаться. Я делала все то, что говорил Киасаки. Все делала. Для меня книги, обучение, школы, позитивное мировосприятие. Это был мой выбор. Я это выбрала. Я выбрала стать таким человеком. И я делала все каждый день, чтобы стать таким человеком. Все. Все мои действия были направлены на то, чтобы стать таким человеком. Позитивным, сильным, наполненным энергией. Потому что если я не буду, если я буду другим, за мной не пойдут люди. И прочитать книгу, и не воплотить в жизнь, это разные, то есть это просто прочитать и не воплотить. Поэтому нет результата. То есть, скорее всего, прочитала, но не стала таким человеком, которым рекомендует стать Киасаки. Нет ментора, и человек считает, что все перечитано. Он остановился в развитии, наверное, у жителей. Да, 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 скорее всего. Не принял за свою идею, не стала своей идеей. Да, то есть не прониклись мы этим. Не прониклись. Это стало остраненным каким-то. Вот оно где-то там в книгах осталось. Оно не перешло внутрь меня. Неправильное восприятие прочитанного. Я нет анализа. Не верю сама в бизнес, не пропустила через себя. Да, то есть нет решения, нет действий, нет этого. То есть оно осталось в книгах. Читая, нужно сразу записывать чек-лист, нужно делать, и нужно это делать. То есть нужно делать разными методами. Записывать, конспектировать, заставлять себя. Может быть даже надиктовывать себя, а потом слушать. То есть чего только мы не делали. Мы это все превращали в свою жизнь. Значит, Лена, опять садишься за Киосаки и слушаешь, что рекомендует Киосаки. Он рекомендует не только концепцию мышления менять. Он рекомендует действия. Он все рекомендует. То есть тебе нужно опять садиться за эти книги. Опять садиться и опять начинать изучать заново. Ну то, что я вам прочитала, а вы написали. Второй пункт. Надо начать с нуля. То есть если оно у вас еще не работает, с нуля начинайте. Возвращайтесь к этим трем пунктам. Первый. Постоянное изменение себя. Второй пункт. Надо начать с нуля. И третий. Тебе нужен ментор. Возвращайтесь к этим трем пунктам. До тех пор, пока необходимо. А сейчас все после тренинга идем изучать эту статью. Шпардалка для обновления себя. Николай еще просится. Оттягивает меня от компьютера. Хочет что-то сам сказать. Добрый день, друзья. Не совсем Ольга Лобановна. Но я думаю, вы поймете, что это одно целое. Итак, у меня к вам один... Нет, два. Два простых вопроса. Вопрос первый. Подумайте все, пожалуйста, и напишите ответ. Просто возьмите и напишите. Вопрос первый. Какие главные качества... Вернее, какое одно главное качество необходимо человеку для того, чтобы совершить переход из левой стороны квадранта в правую? Вот с вашей точки зрения, какое главное качество для того, чтобы этот переход осуществить? Из левой в правую. Желание. Хорошо, дальше. Сила воли, обучаемость. Принятие решения. Намерение. Поставить перед собой цель. Обучаемость. Принятие решения и действовать. Страсть. Давайте еще, давайте, потому что не было названо. Еще, пожалуйста. Терпение, настойчивость, память цели. Принять решение и меняться. Желание и вера. Мечта. Ну классно. Мы в первой шаге классные делаем, но до конца не доходим. Подожди, не спеши. Может быть, кто-то поймет. Система. Видеть цель. Не видеть препятствий. Мышление. Ну, мышление, наверное, да, это вот основа всего. Мышление, если в голову дебила вставить правильную программу, он становится гением. Но это все равно не то. Это не то, да. Вера без дел мертва. О, это уже ближе. Это да, это правильно. Многие говорят, что там верить, действовать, принять решение, стремление выйти на миллион еженедельно. Ну да, стремление еженедельное, а действие раз в год. Ну, все правильно, все правильно. Да, я шучу, конечно. Работа на результат. Надо еще знать именно делать. Вот смотрите, я, ну, немножко удивлен, а может быть, это нормально, может быть, еще и просто плохо подумали. Знаете, вот чтобы вы запомнили, есть такая хорошая шутка, правильная шутка. Пацан сказал, пацан сделал. Вот это для бизнесменов, для предпринимателей. Но называется это одним словом ответственность. Которую никто, кстати, не знал. Вы берете ответственность за принятое решение, за слово, за действие. Вот вы поставили цель и взяли ответственность. И пока я не достигну этой цели, я тут, я все сделаю. Я бабушку поджарю и съем. Но цели достигну, понимаете? То есть, это вот ответственность. Вначале вы берете ответственность за себя, а потом вы начинаете нести ответственность за других. Вы начинаете служить другим. И ни один человек в правой стороне квадранта в одиночку не делает бизнес. У него всегда есть команда, у него всегда есть группа людей, с которыми это делает. И в нашем случае бизнес возможен только командный. Если вы вошли в бизнес MLM и сидите скрытые за красненьким значком в скайпе, ну какой вы ответственный человек, какой вы лидер, кого вы ведете, кому вы служите. Вот давайте с этого начнем. Бизнес MLM это бизнес служения своей команде. И только тогда команда начинает отдавать, отдача происходит. Вначале мы кормим бизнес, потом бизнес кормит нас. Это железное правило. В бизнесе всегда существует отсроченный платеж. Вы вначале вкладываете, вкладываете, инвестируете время, деньги, здоровье. И только потом начинаете получать. Через месяц никто вам не заплатит, как на наемном труде в секторе Е. И в секторе ЕС вы там через неделю получите свой откат. Нет, в секторе ЕС вы откат получите через год, может быть через три. А некоторые инвестиционные проекты в 10 лет только дают возможность вернуть. Они вложили 50 миллионов и через 10 лет вернули 50 миллионов. Это нормально. Но мы почему-то мыслим, как люди сектора Е. Вот я сегодня сделал и ты мне сегодня заплати. Если у меня сегодня нет результата, все, плохой бизнес. Не бывает бизнеса с результатом ежеминутным. Ну, так Сана написала, так мы уже здесь все ответственные. Ошибаетесь вы, Оксана. Кто-то ответственный, конечно, мы же не говорим, что все неответственные. Очень многие так и не взяли ответственность за свой бизнес. За свой бизнес в город Барс. То есть люди ждут и на кого-то полагаются. Человек не взял ответственность на себя. Если он берет, когда он берет ответственность, он начинает так трудиться и работать, что его бизнес начинает его кормить и превращается, то есть процветает. Ответственность – это еженедельные действия, на которые вас никто не заставляет делать. Постоянные, ежедневные действия, ежечасные, ежесекундные действия, которые мотивированы именно ответственностью. Никто меня не заставит. Это мое, мой выбор. Я сделал, я буду действовать. И я не нуждаюсь никакой мотивации. Я не нуждаюсь в никаких подсказках. Мне не нужны никакие-то там подхлесты, пинки, пендели и так далее. Я взяла ответственность, и я это дело делаю. А когда человек говорит, я остыл, я сдулся, у меня не получается, все плохо. Люди пропали, людей нет. Людей нет, люди кончились. Команда умерла. О какой ответственности идет речь? Человек прежде всего берет ответственность за свое состояние, за свои мысли, за свои эмоции, а потом уже за действия. И отвечает сам перед собой. Теперь еще давайте один вопрос. Он очень важен, потому что многие все-таки в этом не разобрались. Здесь ответы, я думаю, будет больше правильных, но наша задача чуть глубже копнуть. Давайте посмотрим, какое одно главное качество не дает людям перейти из левой стороны в правую. То есть вот ответственность это позитивное качество, а есть негативное, которое не дает перейти из лево в право. Какое это качество? Страх, лень, нет цели. Ну да, да, правильно. Это именно то, что я надеялся услышать. Теперь давайте подумаем, страх чего? Какой страх прежде всего не дает возможность перейти из левой стороны в правую? Потому что страх это очень общее. Давайте страх чего? Или страх перед чем? Или страх чего? Да, чего люди боятся? Страх неудачи. Страх нового. Да, перед новым. Получить отказ. Перед отказом. Неудачи. Да, я думаю, вот этот страх получить отказ, а еще если можно так немножко перефразировать, что обо мне подумают? Что обо мне подумают те люди, которые откажут мне? Они скажут, это он опять меня в лохотрон втягивает? Это он опять мне какую-то фигню предлагает? Это он сам влип и меня хочет втянуть? И вот этот страх в нашем бизнесе большинству людей не дает возможности даже выйти и показать себя, например, в ютюбе. Люди боятся, потому что они думают, они боятся, что сами влипли куда-то. А теперь как бы кого-то нужно еще сюда же влипнуть, а вот это уже нехорошо. Давайте разберемся, куда мы с вами влипли. Мы с вами влипли в компанию, где еженедельно люди уже сейчас получают по 180 тысяч евро. Еженедельно. Мы в такую ситуацию влипли вообще сумасшедшую, страшную. У кого-то долги там в тысячу долларов, он не знает, что делать. А у кого-то доход в 180 тысяч евро, и он тоже не знает, что с этими деньгами делать. Это проблема с деньгами. В левой части где их взять, в правой куда их деть. И вот чтобы мы с вами столкнулись с этой проблемой с правой стороны, куда девать деньги, да, сотни евро, ну пусть в месяц вначале, а потом в неделю, сотни тысяч. Вот чтобы мы с ней столкнулись, нужно в голове совершить перемены. Не надо бояться, что она скажет. Если вы выбрали направление, и если вы в нем уверены, вот это если очень важно. Если вы считаете, что вы попали в лохотрон, естественно у вас ничего не получится. Но если вы как мы считаете, что вы попали в самую эффективную с точки бизнеса и продукта компанию, у вас обязательно все получится. И вы не втягиваете, вы людей заражаете своей идеей. Супер идеей стать богатым, предложив другим людям стать богатым, сохранить свои деньги и создать свой золотой запас. Ну супер идея. Застраховать свое будущее при помощи золота и возможность серьезного партнерского дохода на золоте. Где еще такое было, чтобы нам дали право работать с золотом? Придите в банк и скажите, я хочу продавать ваше золото. Посмотрим, как они отреагируют. Или в ювелирный магазин. Скажите, я хочу вот у вас работать с вашим золотом и чтобы зарабатывать на этом. Дайте мне партнерскую программу. То есть мы с вами в уникальной компании, но в это каждый из вас должен поверить и в свою голову вложить. Пока этого не произойдет, у вас будут страхи, естественно, куда я попал, куда мне приглашать, как обо мне подумает, что обо мне подумает. Знаете, человек, о котором больше всего сегодня думает в негативном ключе, вот в мире, у нас сегодня 7 миллиардов населения. Больше всего негатива сегодня на Барака Обаму. Несколько миллиардов людей его не любят или ненавидят, но он президент Америки. Если бы он обращал внимание на то, как к нему относятся, он бы никогда не стал президентом Америки. То же самое и в нашем бизнесе. Если вы боитесь, что о вас подумают, вы никогда не станете топ-лидером. А если вы делаете свое дело, вне зависимости от того, что у вас думают, как говорят, что пишут, у вас должно быть внутри собственное понимание, на которое вы опираетесь. Правильное понимание, истинное понимание, эффективное понимание и видение. И тогда вам будет все равно, что у вас думают, говорят, пишут и так далее. Если вы хотите, чтобы о вас только хорошо говорили, только хорошо думали и только хорошо писали, есть один вариант, это ничего не говорить, ничего не делать и быть никем. Выбирайте сами или быть никем, или действовать и получать результаты, быть в правой стороне квадранта. Я думаю, уже достаточно. Вот так он немножко выглядит в картинках, этот квадрант. Я обожаю, всегда обожала эту тему. Она у меня всегда перед глазами стояла, особенно когда я начинала формироваться как сетевики, как лидер. И мне больше всего на свете хотелось в правую сторону квадранта. Мне хотелось туда, где меньше людей, больше свободы, больше денег. И я все делала, чтобы туда двигаться, все. Помните, по поводу действия, что-то вспомнился мне в высказании Антона Павловича Чехова, как он написал, я каждый день по капле выдавливал из себя раба. Это, друзья, труд. Труд, который называется личностная трансформация, личностный рост, без которого в нашем бизнесе невозможно. И это труд, который зависит только от нашего выбора, только от нашего решения, только от нашего желания. Никто не может заставить прийти помочь, сказать что-то такое, что все раз и произошло по щелчку. Нет, это ежедневный труд. Это будни, трудовые будни. И если мы не захотим однажды быть, вот как тот, он лежит на земном шарике, и не поймем, что это труд, ничего не произойдет. Поэтому, друзья, всем спасибо за то, что вы полтора часа целых слушали. Я думаю, что каждый из вас что-то для себя взял ценное, навооружился чем-то, может быть, кому-то я что-то напомнила, отшлифовала или расставила какие-то акценты, мы расставили акценты. Движемся. Мы в лучшем бизнесе. У нас есть действительно удивительная возможность, классная возможность. Но самая главная, классная, скажем, возможность и самый важный момент в нашем бизнесе – это мы сами. И вот то, как мы к себе относимся, и то, как работает этот механизм под названием «Я» и зависит, что будет в моей жизни, с чем я вас и поздравляю. Всем эффективного дня и эффективного начала новой недели. Движемся, работаем и достигаем самых высоких вершин. С вами были Николай Ольга Лобанова. Пока.